друзья всем привет с вами orax я вам рад представить свою новую портабельную настроенную сборку automatic со встроенным stable diffusion 3 это такая же сборка как и обычно в ней добавлены все необходимое расширение стиле апскеллеры но теперь она поддерживает stable diffusion 3 прям из коробки и в таком же виде как и другие модели на данный момент stable diffusion 3 поддерживается в режиме text to image image to image in paint то есть во всех вот этих вот режимах вы ей можете спокойно пользоваться и она в общем то работает также как sdxl и 1.5 расширение такие как авто детейлер или реактор они тоже встроена в эту сборку и они работают тоже составил diffusion 3 вы например можете сгенерировать изображение в тексту имидж и восстановить лицо с помощью авто детейлера а также потом включить реактор и заменить от лицо на какое-то другое лицо эта сборка весит 14.5 гигабайт но в эти 14.5 гигабайт уже входит сама модель stable diffusion 3 и ее клип модели то есть вам эти модели скачивать не нужно вы просто распаковываете эту сборку запускаете и stable diffusion 3 уже внутри этой сборки если вам нужны будут какие-то другие модели sd1.5 или sdxl пожалуйста помещайте их в эту сборку и они вас тоже будут прекрасно работать друзья если вам интересен автоматик confui но вы не знаете с чего начать или вам нужно больше проверенной системной информации по этим интерфейсам то в этом случае вы можете воспользоваться моими курсами это системные последовательные курсы которые вы можете начинать прямо от новичка и в конце вы уже закончите продвинутыми схемами или продвинутыми техниками генерации в зависимости от того какой курс выберите если вы не знаете какой курс выбрать автоматик или confui то я вам приду такой простой пример автоматик больше похож на photoshop где вы можете прямо руками творческие что-то создавать делать изменять а confui предназначен для создания универсальных схем которые вы потом можете многократно использовать если вам нужно больше информации то можете перейти на сайт stable div.ru ссылка на него будет в описании там есть более подробная информация об этих курсах а также есть контакт администратора которым вы можете задать вопросы которые у вас останутся ну а теперь давайте начнем с установки портабельно настроенной сборки автоматик sd3 первое что вам нужно сделать вам нужно скачать вот такой вот архив на 14 2 гигабайта ссылка на него будет на бусте но этот пост будет открыт для всех скачиваете вот этот архив помещаете его в то место где вы хотите видеть вашу сборку по вот этому вот пути куда помещаете вот эту сборку вас не должно быть ни кириллицы ни пробелов ни точек после этого нажимаете правой клавишей мыши по вот этому архиву выбираете sim zip распаковать и распаковывать этот архив с помощью архиватора sim zip архиватор sim zip вы можете найти на сайте simzip.org у меня распаковка этого архива занимает меньше минуты и после того как архив вас распакуется у вас появится вот такая от папка заходим в эту папку и вы уже сразу прям можете запустить эту сборку с помощью файла run.exe или с помощью run.bat это одно и то же этот вариант запуска предназначен для работы с помощью видеокарты nvidia если вы хотите поработать с помощью процессора то вы можете запустить эту сборку с помощью файла run cpu.exe или с помощью runcpu.bat, это одно и то же. Чтобы обновить эту сборку, достаточно запустить файл update.bat. Если вас не устраивают ключи, которые установлены по умолчанию в эту сборку, то вы можете перейти в WebUI, найти здесь файл webui.use.bat, с помощью него запускать сразу скажу, не надо эту сборку, вы ее прям сразу поломаете. Запуск и производить только с помощью run.exe или с помощью run.cpu.exe. Правой клавишей нажимаете по webui.use.bat, выбираете изменить, и у вас откроется вот такой вот файл. Здесь вы можете поменять вот эти вот ключи. По умолчанию у меня здесь вставлены вот такие вот три ключа. Это темная тема, xformer включен, и opt channel last. Если вас что-то не устраивает, и что-то плохо или медленно генерируется, медленнее чем обычно, то скорее всего вот этот ключ вам мешает, вы его просто отсюда удаляете, нажимаете файл, сохраните, потом также запускаете эту сборку с помощью run.exe. Все изображения, которые вы генерируете, они сохраняются вот в эту папку outputs. Все расширения, которые здесь установлены, или которые вы установите, они находятся в папке extensions. Вот такие вот расширения по умолчанию установлены в эту сборку, и в общем-то это очень удобно, потому что вам не нужно тратить время на настройку вот этой сборки. В папке embeddings есть уже готовые эмбеддинги. Эти эмбеддинги и текстовые версии размещены по папкам sd1.5 и sdxl-sdxl+. sdxl- это негативные текстовые версии, а sdxl+, это энбеддинги, которые следует добавлять в положительный промпт. Теперь давайте перейдем в папку models. Здесь у нас есть аппскилеры dat и esrgun. Также у нас уже здесь предустановлены lore, есть sdxl lore, и есть lore для sd1.5, а также lsm. В эту сборку по умолчанию установлен реактор, и также здесь есть уже установлены inside face. Вам не нужно заморачиваться, тратить свое время на установку inside face. Все это уже здесь есть. Также есть вае, самые популярные для SDXL и для модели 1.5. В папке Clip уже помещены модели Clip для работы с моделью Stable Diffusion 3. В папке Stable Diffusion 3 у нас находятся чекпоинты. И здесь уже изначально предустановлен чекпоинт Stable Diffusion 3 Medium. И Stable Diffusion 3 соответственно из коробки поддерживается. Но если вам нужны какие-то другие чекпоинты, другие модели SD1.5 или SDXL, то вы можете поместить их вот сюда. Более того, вы здесь можете создать папку SDXL и папку SD1.5, помещать эти модели по папкам. И соответственно также можете потом в будущем помещать модели Stable Diffusion 3, чтобы они у вас не путались. Больше для работы вам с этой сборки ничего не нужен. Python здесь предустановлен, Git предустановлен, поэтому запускаем эту сборку с помощью run.exe. В консоли никаких ошибок нету. И автоматически запускается страница браузера, в которой открывается интерфейс автоматика. Вот так вот он выглядит. Здесь есть встроенный переводчик. Здесь есть Photopea. Здесь у нас есть Prompt Gen для генерации промптов. Здесь у нас есть Interagator для считывания промптов с изображения. Здесь у нас есть встроенный InPaint Anything. Также у нас есть Reactor. Remove Background, чтобы удалять фон. Расширение SDXL Styles уже с добавленными стилями. Также есть расширение Auto Detailer. Tile Diffusion. Расширение Dynamics Prompt и Wild Cards. Есть установленный ControlNet, но не установлены модели для этого ControlNet. Чтобы их установить, вам нужно перейти в папку WebUseBet, в папку Models, в папку ControlNet и вот сюда поместить нужные вам модели ControlNet. Есть установленное расширение FreeU и установленное расширение Reactor. А также Original Prompt. Также в скриптах есть такое интересное расширение TestMyPrompt, которое позволяет протестировать ваш промпт. Это расширение будет удалять различные токены из вашего промпта и будет показывать, как ваше изображение будет меняться без какого-то определенного токена. Original Prompt работает исключительно с моделями SD1.5, с SDXL или с SD3, он работает не очень. Reactor работает вообще со всеми моделями. FreeU – это патчер модели, который позволяет улучшить немножко качество генерации ваших изображений на моделях SD1.5, а также на SDXL. Dynamic Prompts позволяет рандомизировать ваш промпт, то есть можно использовать определенные библиотеки WildCards для рандомизации определенных участков вашего промпта. Если вам это интересно, то у меня на YouTube есть отдельный ролик по вот этому расширению Dynamic Prompts. Style Diffusion позволяет плиточно генерировать ваше изображение, а также плиточно лапскелить. Автодетейлер позволяет создавать автоматические маски вообще в принципе для чего угодно, и вы можете детализировать или перегенерировать какие-то определенные участки вашего изображения на автомате. SDXL Styles – это просто набор стилей, который вы можете выбирать и подключать к вашему промпту определенный стиль. В расширении Aspect Rate добавляют вот такие вот кнопки, чтобы быстро менять разрешение генерируемого изображения. Ну а переводчик позволяет писать промпт на любом языке. Вы его пишете вот в этом поле, нажимаете Enter. Промпт у вас автоматически переводится, снизу у вас появляются вот такие элементы. Вы их можете менять местами, вы их можете отключать дважды вот так щелкнув или дважды щелкнув включать. В раскрывающемся поле Styles у вас есть набор негативных стилей, у вас есть набор отдельных токенов и есть большой набор стилей, которые вы можете вот так вот просто выбирать. Нажимаете Ctrl-Enter и у вас генерируется уже вот этот промпт вот с этим конкретным стилем. Вы можете этот стиль потом вот так отключить, не закрывая вот этот список. Выбрать какой-то другой стиль, нажимаете опять Ctrl-Enter и у вас генерируется уже вот этот промпт вот с этим стилем. Это очень удобно, не выходя из этого списка, вы можете выключить или включить какой-то определенный стиль. Вот такие вот, кстати, изображения получаются на Stable Diffusion 3 в автоматике, и это выглядит не хуже, чем в ConfUI. Обратите внимание на настройки, здесь они выставлены по умолчанию, когда вы запускаете автоматик, у вас будут по умолчанию вот такие вот настройки. И очень важно, когда вы генерируете на модели Stable Diffusion 3, выбираете Sampling Method Euler, и выбираете планировщик SGM Uniform. 20 шагов вполне достаточно, но это не обязательно, то есть можете больше, можете меньше выбирать шагов, и генерация сильно не изменится. CFG Scale 6 это среднее значение, вы можете ставить его меньше и больше, в зависимости от вашего изображения. Ну и размер изображения в районе 1024 на 1024, но я пришел к выводу, что вот такие немножко вытянутые изображения, либо в ширину, либо в высоту, они дают более лучший результат. С анатомией людей, конечно же, есть проблемы на данный момент, потому что модель базовая, и на базовых моделях в принципе везде были проблемы с анатомией. Но генерируя какие-то объекты, скажем автомобиль, бутылку с виски или еще что-нибудь, то у вас изображения будут очень качественными и классными. Более того, очень здорово поддерживается генерация текста. Мы можем это изображение сейчас закинуть в Image to Image. Здесь мы можем указать нужный нам Denosing Strength, то есть силу нашего изменения, нажать Generate и перегенерировать наше изображение в текущем разрешении. Но также мы можем и апскейлить это изображение. Апскейлить мы можем так же, как и на всех других моделях, с помощью Resize by, например. Здесь мы можем выбрать, например, полуторакратный апскейл, нажать Generate и получить вот такое вот изображение, апскейленное в полтора раза, это полнокадровый апскейл. Но также мы можем апскейлить и плиточным вариантом, как мы делали и опять же на других моделях. Для этого обратно возвращаемся в Resize tool, переходим ниже, и вот здесь в скриптах выбираем либо Ultimate SD Upscale, либо SD Upscale. Давайте выберем Ultimate SD Upscale, выберем здесь кратность апскейла Scale from Image Size, выберем, например, двухкратный апскейл, выберем модель для апскейла изображения, например, SEAX. Вот здесь вот ниже нужно выбрать размер плитки, давайте выберем его 1024 и нажмем Ctrl-Enter для того, чтобы начать генерацию. И на Denosing Strength 0.4 получается вот такое вот большое изображение. Давайте теперь перейдем на вкладку InPaint и закинем сюда вот такое вот изображение. Теперь давайте выделим участки, которые мы хотим изменить, например, мы хотим добавить противотуманные фары. Выделим вот эти вот места. Здесь добавим в Prompt фары, нажимаем Enter, чтобы получить перевод. Masked Content давайте выберем Fill и выберем Only Masked. Размер изображения оставим по изображению. Сэмплинг метод и планировщик всегда оставляем вот такими, чтобы получить качественное изображение. Можем выбрать негативный Prompt, например, Negative XR, нажимаем Generate и посмотрим, что у нас получится. И вот такие вот противотуманные фары мы получили, но это все-таки напоминает больше ходовой огни. Ну и в принципе у нас здесь и написано, наверное, фары все-таки ходовой огни. Самое главное, что InPaint режим он работает для модели Stable Diffusion 3. Также Stable Diffusion 3 позволяет генерировать изображение с текстом, причем текст генерируется достаточно неплохо. Например, вот такой Prompt бутылкой виски с надписью StableDiff. Вот так этот Prompt выглядит. В кавычках у нас написана запись, которую мы хотим видеть на этой бутылке. Нажимаем Generate и получаем вот такое изображение. Мы можем перейти на вкладку SDX Style Styles и здесь выбрать какой-нибудь понравившийся нам стиль. Например, Grunge. Нажимаем Ctrl-Enter. И уже с учетом вот этого стиля получаем вот такое изображение. Полный Prompt написан вот здесь вот. После того, как у вас сгенерировалось это изображение, вы его можете отправить в Extras. Здесь вы можете выбрать Remove Background, выбрать какую-нибудь модель. Вот из этих. Я выбираю самую первую модель. Нажимаем Generate и получаем нашу бутылку уже на вырезанном фоне. Вы ее можете скинуть себе на рабочий стол. И вот такая бутылка у вас с вырезанным фоном в итоге получается буквально одной кнопкой. Также еще раз давайте перейдем в настройки Settings. И здесь найдем раздел StableDiffusion3. Его у вас до этого не было, теперь здесь он есть. Здесь у нас есть одна всего лишь опция Enable T5. T5 это дополнительная клиповая модель, то есть модель для кодирования текста. Эта модель весит около 10 мегабайт. И чтобы вам ее включить, вы просто нажимаете вот эту галочку, выбираете Apply Settings, Reload UI. У вас на автомате скачается 10 мегабайтная модель клипа, она поместится в папку Clip. И это все будет автоматически сделано. То есть вам лишь нужно будет дождаться ее загрузки. Но разницу вы сильно не почувствуете. Но на этом, друзья, все. Еще раз повторюсь, если вам интересен автоматик Conf.UI, вам не хватает материала, знаний. Поэтому для вас у меня есть специальный курс, который находится на сайте StableDiff.ru. Ссылка будет в описании под этим видео. Там есть вся информация об этом курсе и также контакты администратора. Буду с радостью ждать вас на курсе. Если вам несложно, поставьте лайк этому видео. Также заходите в мой большой телеграм-чат. Там много различной информации. Она разделена по разным комнатам. Conf.UI, Forge, Автоматик и так далее. Ну и обязательно заходите на мой Boosty. Там много разной информации. Она систематизирована. Все очень тщательно разложено по полочкам с инструкциями. Эту сборку вы можете найти на Boosty. Этот пост будет открыт для всех. Ну а также хочу передать слова благодарности тем, кто меня поддерживает на Boosty. Для меня это очень важно. Всем удачной генерации. Хорошего настроения. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok